здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на мой канал так я начинающий художник даже я не хочу говорить что я художники просто рисую да и пытаюсь то что я рисую продавать у меня заточена мой мир рисования заточен под продажи под то что то что я делаю чтобы это все по возможности при всех благополучия продать вот это один из основных аспектов моего рисования поэтому исходя из своего вот этого аспекта рисования то есть заточка своих картин не картин в общем короче вы поняли за . с моих работ именно под продажу на зарубежный рынок и как бы работая на себя да вот долгое вступление потому что я бы хотел чтобы вы поняли какая какая у меня стоит цель у меня не стоит цель просто рисовать для души я не такой человек я работаю на себя я занимаюсь выращиванием растений и так как у меня были когда-то какие-то способности возможности какие-то там наметки рисовательские в еще в детстве вот закончила технический институт не училась нигде рисованием как бы пришел такой момент в жизни когда я просто подумала что мне нужно чем-то зимой заниматься ну вот я занималась зимой так как у меня растениями я занимаюсь выращиваю на продажу соответственно значит есть место и время немножко свободного зимой есть возможность возможность и желание рисовать и поэтому я как бы решила уже вот эту свою возможность и желание совместить и попробовать с этого всего сделать хоть какой-то бизнес и вот однажды однажды я слушала видео валентины зайцевой когда не есть там вопросы ответы она отвечала на вопросы молодого человека а стоит ли показывать свои картины там или свое творчество кому-то из близких или вообще показывать картины и валентина такая да нужно показывать даже там не так она рассказывала как продавать картины в интернете человек хотел все бросит там побежать продавать и рисовать картины вот и валентина сказал что вот возьмите свои картины покажите своим друзьям что они скажут понравится ли ваша работа или нет ли я вот здесь немножко категорично не категорично я вот с вами не согласна потому что валентина понимаете как вам вот это объяснить такой момент интересный потому что Допустим, вот это Вот это Допустим, что у меня покупали Вот это А наши не понимают Чего это накветано на картинке И знаете, когда ты на каком-то картине Что-то там накветано Какие-то там эти Формы Все, ну в общем-то я могу сказать Что лично в моем В моем пространстве вариантов Нет человека Который, допустим Нормально отреагирует Так как я этого хочу Как человек, который что-то там рисует Нет такого, чтобы человек отреагировал И сказал, ну да, прикольно получилось Смотри, о, интересно Там все, понимаете Наш мозг, наши глаза Наш менталитет Наш лично, наш менталитет Он Постсоветский менталитет Он заточен под совершенно Другое восприятие Цвета Формы Факторы Содержание Им надо, чтобы было Как у Айвазовского В основном Ну все знают Айвазовского Прекрасные картины Я как-то сказала Своим близким Что, ну а Айвазовский По пять лет рисовал картины У меня нет пяти лет Чтобы рисовать свои картины Пять лет И потом не знать За сколько их продать Не сразу вот это О, да что Сразу продавать Вот здесь С Валентиной Зайцевой Я четко солидарна Что свои работы Нужно сразу думать Как, куда применить Где и как можно заработать Чем раньше вы об этом будете думать Тем лучше Это мое мнение Потому что Рисовать в стол Не продавая картины Вы даже и не узнаете Что, ну к примеру Вот такая вот картина Кому-то надо И большого формата тоже Понимаете Вот Что Попробовала Янгулятка нарисовать Ну вот Ангел Получилось Там немножко фактуры Конечно можно сюда блесточки Еще было добавить Поразвлекаться еще круче Вот То есть как бы Да Вот это И есть вот этот метод Проб и ошибок И допустим Показывать ли своим близким И друзьям Ваши картины Вот вы смотрите На вот эти все картины Вот смотрите Тоже Я когда показывала Там своей маме Она говорит А что ты рисуешь Все одинаковое Вот почему одинаковое Мне приходится объяснять Что Вот Я здесь попробовала Вот так Фактуру А здесь у меня Фактура вот так И вот у меня Два магазина Мне надо продавать Разное Я решила пробовать Это И вот этот Это вот такая абстракция Это такая абстракция И вот Нужно как бы Что-то похожее Подобное Рисовать Вот волны Там все И как бы Это Очень сложно Понять человеку Который Не рисует Вот для себя Который рисует Для продажи Что вот такая тематика Заходит Люди заходят Смотрят Интересуются Чтобы абстракции Да Вот есть какие-то Что я пробовала Тему Зайдет Не зайдет Вот К примеру Вот такие цветочки Понимают Еще более-менее Одна из первых Моих картин Написанных Маслом Вот Вот такие Более-менее Понимают И когда ты просишь Своего друга Посмотреть На картины Свои Да И он К примеру Не понимает Почему Вот это Оно же Совершенно разное Почему Не в одном Стиле Да я же Пробую И не понимая Запрос Именно аудитории Да Что вот Аудитория Аудитория Которая не наша Которая тамошняя Есть запрос На такие картины И ты уже Под этот запрос Ты делаешь Свои картины Свою работу Вот допустим Ну Ну ни о чем Да А у меня заказывают Вот шторм Погоду Такие дожди Понимаете Ты такой смотришь Блин Чего Понимаете Ну тоже Как бы я так Глянула Думаю Да ладно Сейчас что-то тут Соображу Вот я облака Рисовала Штормовые И очень сложно Ждать Мы когда Вот нас Вы Когда показываете Свои картины Вы все равно Хотите Услышать Какое-то Одобрение Ведь правда Особенно если вы Начинающий Человек Который Начинает И если вы Показываете Тому человеку Который Находится В теме Да Вот я Одну из своих Картин Не знаю Там сейчас Будет Даша Погодина И Катя Я когда начинала Я Даша Смотри У меня получилось Такую Мазонину Ей показала Даша Молодец Пробьешься Ну как бы Знаете Это совсем другой вариант Когда ты показываешь Человеку Который действительно Что-то там Видит своим взглядом Что-то там Обращает внимание Говорит Ну Потренироваться Конечно надо Всегда надо учиться Но Она В теме Она понимает Что вот такое Вот Заходит Это интересно Для наших Нет Там Да Такие пятнышки Вот такие вот Кнопочки Такие капельки Вот это все Очень классно Вот эта фактура Да все Вы что там О да Давай Давай Понимаете Как бы Когда человек в теме Да Я считаю Что ему стоит Показать Если этот человек Не является Вашим прямым Конкурентом Очень важно Потому что Когда вы Своего прямого Конкурента Спросите Очень мало Кто вас Возможно Поддержит Кто-то Наоборот Скажет Блин Фигня Что-то Занимаешься Паришься Оно Никому Нафиг Не надо И не продается Понимаете Тут тоже Такой момент Есть Поэтому Я например Считаю Что Своим близким Друзьям Не знакомым Не надо Показывать Ваши картины Если вы Ожидаете От них Услышать Знаете Такую Похвалу Оду Вашу честь Потому что Для многих Для многих Это ни о чем Это не надо И это не интересно Вот и все Потому что У нас Другой менталитет Другой взгляд На художество И на вкусы О вкусах Не спорят И только лишь Когда Я например Считаю Только лишь Когда ваши картины Начинают Хоть как-то Продаваться Двигаться Вы Соотносите Себя С другим Каким-то Магазином С другими Художниками Понимаете Там вроде Ничего Так получилось Да То вот Тогда Вот тогда И начинается Вот этот процесс Творческого роста Появляется Какая-то Уверенность В себе Да Это интересно Кому-то Нравится Хорошо Получилось Здесь Перспективу Показала Понравилось Облака Хорошо Нарисовала Вот И кстати У меня Краска Заканчивалась Большинство Картин Вот этих Картинок Написано Тем Что заканчивается Краска Вот это Вот что-то Там Сошкребла Накидала Вот и Получилось Поэтому Вот это Постоянное Сошкребание Это Вот Результат Получился В таком Вот Виде Вот Так что Девочки И мальчики Нужно Понимать Конкретно Вот В моем Мире В моем Представлении Ситуации Что Нужно Понимать Кому Вы Показываете Свои Картины Когда Ты Показываешь Картины Это Я Реально Знаю Что Мне Реально Нравится И Виноградник Здесь И Такие Пупырки Классные И Вот Здесь Небо Я так Нарисовала И Вообще Это Первый Раз Когда Эти Виноградники Рисовала Это У меня Мое Отношение К Боится Обидеть Сказать Ну Что Это Тонок В Цела Ну Мне Оно Не Подходит Понимаете Вот Это Или Допустим Сейчас Вам Покажу Мне Что Так Стукнуло В Один Момент Я Сама Нигде Не Посматривала Придумала Нарисовать Много Много А потом Так Поводить Краской Мне Кстати Такую Квадратную Купили Именно С такой Фактуры Просто Решила Повозить Ну Вот Так Душа Запела Понимаете Вот Я Подобных Нарисовала Несколько Штучек И квадратные Разного Размера И квадратные Вот Такое Заказали Но Вот Так Ну Мои Когда Смотрят Я Даже Не Хочу И Показывать Потому Что Вот У Нас Еще Не Умеют Хвалить Не Умеют Сказать Ну Вот Прикольно А Почему Ты Такое Все Темное Почему Вот Это Ну Зачем Такое Темное Рисовать А у Меня Реально Я вам Говорю У 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 Магазин Вот Поэтому Вот И Темное Рисую Да У Тебя Наверное Что То С Психикой Потому Что Ты Рисуешь Такие Темные Тебе Надо К Психологу Сходить Потому Что Такие Темные Цвета Рисовать Это Неправильно Все Картины Должны Быть Жизнерадостные Радостные Прыгающие С Зайчиками И так Дальше Вот Допустим Вот Это Вот Я Нарисовала У меня Тоже Краска Осталась Я Просто Решила Попробовать Пятно Такое Сделать И Развести Просто Просто Эксперимент Ну Вот Она Мне Нравится Вот И Всех Которые Я рисую Сейчас Именно Вот Это Она Мне Нравится Да Кто-то Скажет Это Фигня Какая Нарисованная И Все А Это Сейчас Вам Покажу Вот Эта История Здесь Очень Интересная Ее Заказали В Германию Это Я Второй Раз Повторила У меня Реально Осталась Вот Такая Страшная Какая Зеленая Краска Это Вот Мастихин Развезла Это Все Понимаете Мне Вот Муж Сказал Ты Знаешь Вот Эта Картина Похожа Когда Ты В поезде Едешь И Солнце Садится И Вот Такое Закатное Небо Ну Я Думала Я не буду Ее Продавать Самое Интересно Что Ее Заказали Блин Одно Из Самых Первых Ну Просто Ну Ребята Ну Реально Ну Ни О чем Понимаете Я На нее Смотрю Она Мне Ну Вот Да Там Задний Фон Ну Вот Как Ты А Человеку Понравилось Вы понимаете Человеку Понравилось Человек Захотел За нее Денежку Заплатить Да Немного Там Не 350 Долларов Но Все Равно Вот Поэтому Вывод Какой Я Сделала Я Хочу Сейчас Подсуммировать И Сказать Что Если Человек Который Вам У Которого Вы Просите Одобрения Чтобы Он Посмотрел Если Он В теме Если Он Понимает Зачем И Почему Вы Это Все Делаете Да Там Для Продажи Он Понимает Какая Идет Специфика Вот Скажет Вам Допустим Есть Что По Композиции Вот Понимаешь Тут Вот Ты Там Немного Затянула Или Что То Не То Доделала Я Согласна Вот Такие Конструктивные Критические Моменты Да Нужно Что Тут Надо Сдвинуть Было Так Было Бы Лучше Здесь Ты Хорошо Что Ты Солнце Не В центре Поставила Сбоку Да Как бы Вот Такие Конструктивные Моменты Очень Полезны Но Когда Человек Критикует Ну Что Ты Софи Ньют Это Нарисовала Кому Оно Надо И Вы Понимаете Что Вас Как Бы Не То Чтобы Не Хвалят Вас Просто Затаптывают И Да Я Считаю Что С Таким Человеком Вообще Не Нужно Общаться Потому Что У Каждого Своё Творчество Своё Видение И Каждый Человек Который Что Пытается Создать Своими Руками Он И И И И Право Быть Его Творчество Имеет Право Быть Даже Если Оно Вообще Никому Не Нравится И Даже Вы Там Допустим Попробовали Нарисовали И Понимаете Что Здесь Вам Ничего Хорошего Не Скажут То Лучше И Не Спрашивать Этого Одобрения А Рисовать И Самоутверждаться Самому Через Продажи Вот Так Благодаря Тому Что Я Начала Продавать Свои Картины Больше Продаю Больше Рисую Поэтому Продавайте Попробуйте Не Надо Рисовать Стол Сразу Ставьте Цель Потому Что Это Материалы Это Средства Вот Если Вы Не Хотите Все Это Оставить У Себя Дома Давайте Этим Этим Картинам Другой Дом Пусть Человек Радуется Находясь У себя Где-то В Другом Конце Мира Получив В Вашу Картину Себе На стеночку Где-то В уголочек Вот Поэтому Вот Так Вот Так Я считаю Нужно Выбирать Людей Кому Нужно Показывать Ваши Картины А Самый Лучший Критик Это Ваш Покупатель Который Купит Вашу Картину И Напишет Вам Положительный Отзыв О том Что Спасибо Вам Большое Если Человек Готов Заплатить За Вашу Картину Деньги Она Того Стоит Всем Пока Пока